В нашем музее есть уникальный экспонат. Это газета из Дарса Амина. Учащийся 17-й школы Владислав Сверидов не мыслит свою жизнь без военной истории. Планирует поступать в Академию МВД. Каждую неделю в Центре допризывной подготовки старшеклассник проводит экскурсии для детей на тему «Афганистан, мужество и память». В экспозиции идентификационные жетоны, боевые награды, головные уборы и личные документы воинов-интернационалистов. Иногда волнительно, потому что каждый раз, когда приезжаешь в школу, каждый по-своему реагирует на афганскую войну. Приводит интерес с уроков истории, так как ты начинаешь глубже рассматривать разные ситуации, начинаешь узнавать, что же там было, что произошло, как дальше после этого было. Не зная наших героев, не зная обыкновенных героев труда, войны, мы не можем представить себе просто строительство нашего светлого будущего. Независимость государства, такого небольшого, но значимого для всего мира, как Республика Беларусь, безусловно, должно строиться на нашей памяти. Уроки до призывной подготовки посещают почти 900 учащихся 10-11 классов с разных школ. На выставке, посвященной Великой Отечественной, дети изучают документы той страшной войны, планы наступательных операций ОСТ и Барбароса. Работает тут и этнографический музей «Белорусская хата». Воображение поражают глиняная посуда, старинный сундук, ткацкий станок и детская люлька первой половины XIX века. Здесь хранится советский фотоаппарат. Модель «Смена-8» занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Камера считается самой массовой в мире. В 70-х по 90-е было выпущено свыше 21 миллиона экземпляров. С одной пленки выходило до 36 снимков. А в комнате боевой славы 21-й школы проводят уроки мужества в роли экскурсоводов, учащихся правового класса. Экспозиция посвящена обороне и освобождению Бобруйска. Среди экспонатов – пулеметные ленты, патроны, винтовка системы Мойсина, пистолет Макарова и даже макет танка. Функционирует здесь и музей белорусского народного творчества. Мне очень нравится роль экскурсовода. Подготовка занимает достаточно малое время. Когда приходят ребята, и ты видишь интерес в их глазах, это приносит мне даже некое удовольствие. Подрастающему поколению нужно знать историю, потому что это как бы наше прошлое. И для того, чтобы мы, например, не допускали тех же ошибок прошлого, мы должны чтить и память о войне, и историю в целом. Исследовательской и поисковой работой занимаются и в первой школе. Здесь когда-то учился герой Советского Союза Борис Ковзан. Его имя учреждение носит с гордостью. Ребята с горящими глазами узнают о единственном в мире лётчике-истребителе, который совершил четыре тарана и остался в живых. На счету «Человека-легенды» 360 вылетов, 127 боёв и 28 сбитых самолётов противника. У ребят, особенно младшего возраста, это вызывает особый интерес и восторг. Второй зал нашего музея посвящён именно истории школы. Там прослеживается история школы, начиная с послевоенного периода времени и заканчивая современным. Кроме первой, ещё две бобруйских школы носят имена героев Советского Союза. 27-я в честь веры Хоружий и 35-я в память о Борисе Бахарове. Сейчас здесь установлена мемориальная доска и открыт музей, посвящённый подвигам генерала. Сам он похоронен на площади Победы, где легендарный танк Т-34 напоминает благодарным потомкам о том, какую цену заплатили наши деды и прадеды за мир и независимость Беларуси. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.